Сегодня расскажу, друзья, о результатах завершенного третьего тура Лиги Чемпионов UEFA. Начинаем обзор с центральной игры вечера. Барселона принимала Баварию. Рафини открыл счет на первой минуте, а Кейн сравнял со второй попытки. Его первую попытку отменили из-за офсайта. Гарри улучшил свои позиции на вершине бомбардиров. Список, конечно же, увидим в конце. Немцам забили еще Ливандовский и тот же Рафини. 4-1 в пользу Барселоны. Баварцы же потерпели в нынешнем розыгрыше второе уже поражение. Давайте еще вспомним недавнюю историю личных встреч. Бавария до этого матча выиграла последние 6 очных матчей у Барселоны с общим счетом 22-4. То есть своего рода состоялся реванш. Аталанта и Селтик расписали ничью 0-0. Аталанта идет без поражений и без пропущенных голов. Но впереди еще 5 туров. Брест устоял против чемпиона Германии Байера. Вирц вывел Ливеркузен вперед под перерыв. Лес Мелу сравнял 1-1. Команды встретились впервые. Брест провел этот матч на чужом поле в Генгаме, поскольку собственная арена не соответствует требованиям УЕФА. Также поддержите наш канал, кому не сложно. Ссылки в описании, а я продолжаю. Атлетика встретился с Лилем. Хулен Альварес на 8-й минуте воспользовался ошибкой в обороне гостей. У Лиля на 16-й минуте вышел на поле Жегрова, который вместе с Дэвидом принесли выездную победу французам 1-3. Лиль не проигрывает 6 матчей во всех турнирах, среди которых ничья с Грозным Монако и победа над чемпионом Реалом. Бенфика уступила дома Феянорду. События разворачивались так. Уэда реализовал момент на 12-й минуте. На 25-й его второй гол отменен. Еще через 8 минут счет удвоил Миламбо. А на 92-й Тимбер утруил. Актер Аглу отквитал 1 мяч. 1-3. Феянорд выиграл второй тур в Лиге чемпионов. Если канал вам полезен, подпишитесь, пожалуйста, на Спортивный, в Дзене, в Рутубе, в Телеграме и в ВК. А я продолжаю. Зальцбург проиграл Динамо Загреб. Куленович и Петкович поразили ворота австрийского вратаря. Между голами Хорват было удаление у Зальцбурга. Итоговый счет 0-2. Напомню, обе команды успешно прошли квалификацию. Австрийцы в последнем раунде выбили Киевское Динамо, а Хорваты смяли Карабах. Манчестер Сити разгромил Спарту, Прагу. Очередной быстрый гол зрители увидели сегодня на третьей минуте в исполнении Фодена. В дебюте второго тайма Аки подыграл себе рукой, его мяч отменили. Дубль удался Холланду и по мячу записали еще Стоунс и Нуньеш 5-0. Манчестер является одним из претендентов на попадание в плей-офф напрямую. В этом сезоне гвардиольцы не потерпели еще ни единого поражения во всех турнирах. Остается посмотреть еще два результата среды. Лейпциг принимал Ливерпуль, Нуньес с передачи Салаха отметился в середине первой половины. Хозяева поля забили в конце игры, но мяч отменили из-за положения вне игры 0-1. Ливерпуль выиграл все четыре очные игры в истории с сухим счетом 10-0. Причем первый матч с Лейпцигом состоялся совсем недавно, в 2021 году. Ян Бой сыграл с Интером. Первый тайм завершился без голов. Однако, когда команды вернулись с перерыва, Интер получил право пробить пенальти. Ирнаутович не сумел переиграть голхипера. А вот Тюрам выручил итальянцев на третьей компенсированной минуте 1-0. Команды ранее не встречались. Ян Бойс проиграл все три тура и на данный момент является одной из худших команд. Напомню, как завершилась первая часть третьего тура, то есть результаты вторника. Реал вырвал невероятную победу у Боруссии Дормунд 5-2. Ювентус неожиданно проиграл Штутгарту 0-1. ПСЖ давил, но не сумел переграть чемпиона Нидерландов ПСВ 1-1. Арсенал после поражения в АПЛ минимально одолел Шахтер 1-0. Жерона сломила сопротивление Слована 2-0. Милан одержал первую победу в ЛЧ, обыграв на своем газоне Брюге 3-1. Монако разгромила Цервену Звезду 5-1. Астанвилла расправилась с Болоней 2-0. А теперь общая таблица. Астанвилла и Ливерпуль 9 очков. Монако, Спортинг, Арсенал, Брест, Байер, Манчестер Сити, Интер 7 очков. Боруссия, Бенфика, Реал, Ювентус, Барселона, Лиль, Фейнорд 6 очков. У Аталанты 5. Спарта, Штутгарт, ПСЖ, Селтик, Динамо, Загреб набрали по 4 очка. Бавария, Жерона, Милан, Атлетико, Брюге имеют по 3. У ПСВ 2, Болоня, Шахтер 1, Лейпциг, Штурм, Цервена, Звезда, Зальцбург, Янг, Бойс и Слован без очков. В этом выпуске осталось посмотреть список лучших бомбардиров. Кейн 5 голов, Рафинья 4, Фримпонг имеет 3 передачи. Ну а сейчас я вас благодарю за спонсорство. Ищите наши ролики в ВК-видео и на Рутубе. Ставьте класс, пишите комменты. Стараюсь все читать. Услышимся на Спортивном.